Это тема китайско-российских отношений. Вот недавно опубликовали список стран, 18-их, которые помогают России обходить санкции. Там Армения, Бразилия, Грузия, Индия, Израиль, ну и Китай, конечно же. И вот о китайско-российских отношениях и перспективе их развития, возможно, поговорим с Дмитрием Ефремовым, экспертом Украинской ассоциации китаеведов. Дмитрий, доброе еще раз вам утро. Здравствуйте, Илья. Давайте все-таки начнем, как мы и говорили вначале, о нейтрально-пророссийской позиции Китая, как называют ее многие эксперты. Будет ли она дальше такой нейтрально-пророссийской, как вы эту позицию описываете, как вы ее характеризуете, объясняете, и вот как дальше будут развиваться китайско-российские отношения? Дмитрий. Мы вас не слышим. Давайте так попробуем. Вот, сейчас уже есть. Надо сравнить, как Китай подходит к взаимоотношениям с Российской Федерацией и с Соединенными Штатами. С одной стороны, Российская Федерация для Китая важный стратегический партнер, но не союзник, потому что у них общие интересы и ценности в международных отношениях. С другой стороны, Америка для Китая главный компания на международной арене в борьбе за международное лидерство и в то же время самый важный, самый необходимый торговый партнер. На Соединенные Штаты завязаны в Китае очень многие цепочки создания стоимости, очень многие поставки, много компаний работают на американских рынках, а американские компании на китайском рынке. То есть, с экономической точки зрения, Китай гораздо более заинтересован в хороших взаимоотношениях с Соединенными Штатами, чем с Россией. Но Россия тоже важна, поскольку она помогает Китаю, во-первых, с ресурсами сырьевыми, а во-вторых, она обеспечивает ему тактическую поддержку. Поэтому в Китае общественное мнение очень сильно настроено за Россию и против Соединенных Штатов. Именно в этом контексте официальная позиция Китая является в данном случае как раз такой. То есть, общественному мнению проще объяснить, что Соединенные Штаты для Китая враг и соперник, поэтому с ними лучше продолжать борьбу и соревнования, а вот Россию поддерживать. Но в то же время экономика не позволяет Китаю напрямую, открыто поддержать Российскую Федерацию в этой войне. Вот Китай же сейчас активно покупает дешевые по скидкам энергоресурсы российские вместе с Индией. Насколько это сильно помогает Кремлю избежать максимальных таких потерь от западных санкций, от потери европейского и западного рынка? Действительно помогает не настолько, насколько Китай покупает не такие же объемы, как Европейский Союз и страны Европы, но мощности по поставкам ресурсов в Китай на данный момент ограничены. Чтобы их расширить, потребуется несколько лет, возможно до пяти лет. После этого Китай станет более важным с точки зрения торговли, ресурсами, партнером для России. Но в то же время в самом Китае постоянно и систематически проводится политика по диверсификации источников поставок всех видов сырья, всех видов аграрной продукции и в том числе и энергоресурсов. Поэтому в Китае тоже будут следить за тем, чтобы не попасть в сильно большую зависимость от России. А вот зависимость России от Китая будет только возрастать. Это будет не только зависимость по торговле сырьем, но это будет и промышленная зависимость, поскольку России придется переключиться на комплектующие узлы, агрегаты, станки. Все, которые будут производиться в Китае, Россия только там сможет закупать их и то в ограниченных объемах. Поэтому зависимость от Китая будет возрастать. И в Кремле, естественно, этого процесса также очень боятся. Поэтому они сами не идут очень быстро и стремительно на сближение с Китаем, а ищут какие-то дополнительные варианты обеспечить свою экономическую безопасность, а за ней и политическую безопасность. Дмитрий, в прошлом месяце был телефонный разговор Сидзипиня и Путина. В России говорят о том, что итогом этого разговора было углубленное в перспективе сотрудничество России и Китая, в том числе военное, техническое. Но, в принципе, это информация из российских источников. Насколько их следует именно вот так воспринимать, как их преподносят? Да, очень интересно, что китайские и российские источники всегда по-разному описывают результаты подобных переговоров. У Китая касательно вот этой ситуации всегда радужные краски, в которых рисуются и описывается, что стороны достигли взаимопонимания. Они будут развивать партнерство, они будут развивать экономические связи, они будут развивать те проекты, в которых заинтересован Китай. И с точки зрения Китая, в его пресс-релизах по результатам таких встреч всегда говорится, что российская сторона поддерживает в соответственную степень инициативу Китая. Те места, которые для Китая неудобны, неприятны, в частности война, углы либо очень сильно сглаживаются, либо о этих всех вещах говорится весьма завуалированно и опосредованно. То есть из официальных пресс-релизов мы абсолютно не можем судить о том, про что на самом деле говорили лидеры и каких они достигли соглашений между собой. Дмитрий, вот если мы уже вспомнили про Сидзипиня, многие эксперты говорят о том, что своей дружбой, своим курсом на дружбу с Россией, он во многом поставил себя в очень такое невыгодное положение, в частности вот после начала, собственно, войны, которую начала Россия, и результатов, которые, собственно, этой войны, вот, на лицо, что называется, и теперь его, собственно, будущее, опять-таки, не такое уже радужное, как было, вот, например, до начала войны. Смотрите, действительно, сотрудничество и партнерство с Россией все дальше и дальше становится токсичным и компрометирует тех лидеров, которые сохраняют, скажем, какие-то степени каких-то там партнерских отношений с Российской Федерацией. Но это никак не влияет на будущее председателя Сидзипиня. Скорее всего, с 99% доли вероятности он будет переизбран на следующий срок руководства, чтобы руководить страной. Но почему Китай вообще вот занимает такую позицию? Потому что, смотрите, он не может еще в том числе осудить Россию, потому что тогда, получается, он становится на сторону Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты для Китая главный соперник, главный конкурент на международной арене в борьбе за мировое лидерство. Поэтому нельзя официально свою позицию подвести под такую, которая будет совпадать с американской. Это будет означать признание, что Америка на самом деле является мировым лидером, и признание того, что Китай все еще занимает какую-то субординативную позицию по отношению к Соединенным Штатам на международной арене. То есть Соединенные Штаты задают тон, задают повестку, а все остальные страны подстраиваются под эту повестку и действуют в ее русле. В том числе вот по этой причине Китай не может в данный момент заявить о более резком негативном отношении к Российской Федерации в связи с войной, которую она развязала в Украине. А боится Китай возможных вторичных санкций от США и Европейского Союза? И могут ли эти санкции ввести? Действительно он боится. Действительно уже есть несколько прецедентов. Они уносят более демонстративный характер против группы, небольшую группу китайских компаний были введены санкции. Но это не означает, что бизнесмены Китая не будут торговать либо развивать какие-то серые схемы, варианты торговли с Россией в обход санкций. Такая практика была и существовала и в отношении Ирана, и в отношении Северной Кореи. Скорее всего будут созданы не такие мощные фирмы, какие-то такие среднего размера и так далее, которые будут локализованы в Китае, которые не будут завязаны на торговлю по всему миру, не будут иметь глобального представительства и не будут участвовать на международных рынках, а будут, скажем, изолированы и сосредоточены только на торговле с Россией, чтобы не попасть как раз под санкции, чтобы нельзя было отследить вот эти денежные и товарные потоки между двумя странами. И вот эти страны, вот такие фирмы, скорее всего, в какой-то форме будут торговать с Российской Федерацией. После того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, многие боялись, и вот началось это такое движение к сближению с Китаем. Эксперты побаивались и обсуждалось это активно о том, что Китай может как бы последовать российскому примеру и вторгнуться на Тайвань. И вот Энтони Блинкен назвал Россию и Китай сейчас угрозой мировому правопорядку. Насколько реально вот эта угроза, что Китай пойдет к Тайваню? Значит, в официальных заявлениях лиц Китайской Народной Республики действительно звучат тезисы о том, что Китай готов любыми средствами возвращать Тайвань, в том числе и военными. Но это, с моей точки зрения, не означает, что в ближайшее время Китай будет их использовать. Дело в том, что нападение России на Украину продемонстрировало, скажем, провал разнообразных экспертных оценок и экспертных аналитических центров, которые консультируют правительство по разнообразным вопросам. Начиная от экономики, заканчивая военными делами. Это все будет подталкивать Китай к пересмотру своих расчетов и планов касательно того, каким образом, какие силы необходимо сосредоточить для того, чтобы попытаться вернуть Тайвань силой. И если такие планы будут разрабатываться, то их подготовка и пересмотр потребует какого-то периода времени. Поэтому в ближайшей обозримой перспективе я не думаю, что вероятно, то, что Китай попытается использовать силу против Тайвань. Тем не менее, фиксируется случай, там был последний с вхождением американского эсминца в якобы территориальные воды. Там, я так понимаю, спорный вопрос по поводу вот этих вод, которые там возле Вьетнама, если не ошибаюсь. То есть, когда Китай заявил, что якобы американский эсминец вошел в эти воды, территориальные воды Китая, американский эсминец и американская власть говорят о том, что на самом деле эти территориальные воды, они совсем такие уже и китайские. То есть, вот это напряжение, оно все равно присутствует? То есть, оно больше выгодно Китаю сейчас, вот это вот, постоянно держать напряжение, именно вот этот участок, который в Южно-Китайском море возле Тайваня? С моей точки зрения, нет. Конечно, выгоды в этом нет, потому что, опять-таки, страны очень тесно связаны экономически. И если против России можно было ввести санкции, и изолировать ее в международной экономике, то против Китая Соединенные Штаты вряд ли смогут настолько масштабные меры ввести и при этом не понести никакого существенного урона внутри своей страны. Поэтому вот от таких жестких мер стороны будут максимально воздерживаться. Но им тогда нужны другие средства и инструменты для демонстрации серьезности своих намерений отстаивать свои интересы, защищать безопасность и сохранять территориальную целостность. Вот для таких как раз целей, демонстративных, скажем так, или, точнее, демонстрационных, и используются вот эти мероприятия по заходу в спорные воды, по залету самолетов в зоны контроля ПВО противоположной стороны и так далее. Спасибо. Спасибо вам, Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации Китай-Ветов. Спасибо.